война это не смешно это абсолютно не смешно нет я я я с тобой согласен что это не смешно но что ты хочешь по этому поводу сказать война и украина и россия имеется вы имеете ввиду да у нас не война у нас и слово а и слова а если вот и поддерживаешь да естественно и да я гражданин российской федерации и держи свой а ты считаешь что каждый гражданин российской федерации должен поддерживать любые начинания которые власть российская нет 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 я не в этом большинство ну я как мы не как толпа баранов и мы поддерживаем то что ну как вам объяснить то не знаю даже задам встречи вопрос на почему произошло вообще изначальная причина то есть украина по населению сколько до этого было то есть где-то 40 40 или 42 миллиона человек за 43 что-то такое да то есть это самая крупная страна среди бывших стран снг то есть ну то есть близко даже не подходит мне белоруссия не казахстан не таджикистане узбекистан не то почему сразу на полит на крупную страну почему не напали на казахстан не на таджикистан не на узбекистан не на латвию не литву то есть не на эстонию почему объяснил очень легко конечно не напали, давай так, на Латвию, Эстонию, Литву не напали, потому что они в НАТО. Все в НАТО, да, согласен. Только по этой причине. А почему... Ну я же отвечаю, не перебивай. Почему они напали на Казахстан, Узбекистан, т.д. и так далее, и так далее. Потому что, во-первых, эти страны идут в кельватере России, первая, то есть они, России, так или иначе подчиняются, и они диктаторские страны, такие же, как и Россия. И мир бы, вот этот вот восточный, бы не понял нападение России на одну из среднеазиатских стран. Мир бы этого не понял. То есть Китай мог бы сказать, товарищ Россия, я тебе что, разрешал нападать, например, на Узбекистан? То есть не было повода зацепиться. Почему? Потому что Узбекистан это мало, намного менее, значит страна, чем Украина. Вот и все. Я понял. А, ну, вообще, ну, то есть, для чего Россия напала на Украину? То есть, ну, как вы говорите, напала на Украину. То есть, какие она преследует цели? То есть, просто захватить территорию или что? Да, захват территории и уничтожение украинской нации. Уничтожение всех тех, кто не хочет идти, опять же, в кельваторе или в подбрюшье находиться у России. Кто не хочет подчиняться российским имперским амбициям. Россия хочет уничтожить всех. А смысл какой вообще? Империя. Империя всегда склонна к тому, чтобы расширяться. Причем путем захвата чужих территорий. Так, а в этой, ну, всей войне какую роль играет Соединенные Штаты Америки, допустим? Соединенные Штаты Америки в этой войне играют роль, скажем так, поборник от цивилизованных ценностей. Поэтому Соединенные Штаты Америки это номер один страна, которая больше всех помогает Украине бороться с российскими фашистами. Хорошо. А причина, ну, то есть, ну, что такое Украина для Америки? Для чего она нужна вообще? Зачем она? То есть, Америка там, а Украина здесь. Зачем она? А никто не сказал, что Украина нужна Америке? Нет, а для чего она помогает? И Америка не нужна Украине. Две отдельные страны абсолютно. Да, но почему она так? Объясню. Я понял, я объясняю. Но, что их связывает? Я объясню легко. Что связывает? Их связывает то, что Америка это цивилизованная, высокоразвитая страна. И Украина тоже. Украина, она, к сожалению, пока еще не высокоразвитая. И она даже, я бы сказал, еще не до конца цивилизована. Но, но, Украина, по крайней мере, вектор обозначила, мы хотим в цивилизацию. Мы хотим жить, как живет Америка, как живут развитые страны. Хорошо, хорошо. Мы хотим туда, в лучшую жизнь. Мы хотим в цивилизацию. И Украина огромными шагами движется в сторону цивилизованного мира. А ваша дикая страна тянет ее назад, говорит, нет, мы в говне сидим и тебя из говна выпускать не хотим. Если так, в двух словах. Ну, а почему считаете, мы в говне сидим, допустим? Ну, потому что у вас пенсионеры дерутся за просрочку, за пятерочками, в мусорных баках копаются. Вы сидите в дерьме. Потому что дома, бараки у вас, которые строили еще сразу после войны, иногда до войны, без центральной канализации, где помои выливают из ведер. До сих пор это у вас есть. А это вы как бы, чем это докажете? А я могу вам видео включить, хотите? Ну, я могу про Украину видео кучу включить. Покажите, покажите, давай. А я, разве я сказал, что Украина высокоразвитая страна? Нет. Я сказал, что ваша страна нищая, дикая, и она не хочет пускать Украину в цивилизованный мир. Хорошо, вот в этом видео, а дикость в чем заключается? Русские, когда дикие были вообще? Всегда. Всегда. Да, всегда были дикие. Всегда дикие были. Дикие, это, смотри, дикость, это антоним слова цивилизация. Цивилизация, это подразумевает что? Демократия. То есть, свобода слова, собрания, журналистики там и так далее, и так далее. А дикость, это отсутствие как такового. У вас нет свободы, у вас нет демократии. И вы живете в дерьме. Так, хорошо. Потому что с цивилизованным миром, вот это разница. В США демократия, а почему там, ну, то есть, запрещают какие-то высказывания про, ну, допустим, Трамп, Трамп, когда, ну, его сейчас пытаются посадить. Почему в демократическом стратегии пытаются устранить основу конкурента Байдена? Почему его пытаются устранить? А за что его хотят осудить, как ты думаешь? Ты знаешь? За какое-то изнасилование хер знает сколько лет назад. Так вот, вот почитай, за что его хотят осудить. Не факт, что осудят. И если суд его признает осужден, потому что суд, районный суд может президента засудить даже, блин, вообще любого. Понимаешь? Это отдельные ветви власти. Не то, что у вас Путин сказал, так, этот суд сделай то, этот это, а этот вообще, вообще ничего не делай. И все, и эти будут на цыпках прыгать перед вашим Путиным. Ну, вот вы считаете, что Украина может вписаться, то есть, в тот же цивилизованный мир, то есть, в Евросоюз даже? Украина может вписаться, более того, она впишется. Это непросто. Нет. В Украине, подожди, я не закончил. В Украине, да, много, много совковых пережитков, таких же, как в России. Совковых. Здесь обычно есть. Много коррупции в Украине, к сожалению. Там тоже много вот, много вот таких, подожди, я не закончил. Многие в Союзу не могут никак вообще. Много диких людей. Осень много. Я с тобой согласен. Я согласен. Украине предстоит огромный путь еще. Но, самое главное, Украина показала желание и стремление идти в сторону цивилизации. И она успешно это делает. Все больше и больше разумных людей там. Я лично вот с кем общаюсь, я вижу вот прям вот год от года перемены к лучшему. У людей менталитет меняется с дикого на цивилизованный. У вас наоборот. Вы в сторону Северной Кореи падаете, падаете. Ну, это смешно, честно, раз послушать. Что конкретно тебя насмешило? Давай, это же интересно. Расскажи, что тебя конкретно смешило? Ну, объясните, дикость русских людей. Что за дикость, дикость, что за дикие? Я же тебе только что это объяснил. Дикость это когда не работают законы, конституционно прописанные в вашей стране, к примеру. Нет политических свобод. Это дикость называют. Да, а у вас есть политические свободы в Украине? В Америке или в Украине? В Украине. В Украине намного больше политических свобод. Подожди, я не закончил. Ну, дайте я скажу. Закончить? Нет, нет, давай я закончу ответ. Давайте я сейчас начну. Ну, нет, 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 у тебя может не возникнуть следующий вопрос. Нет, вы богарь, понятно. Смотри, я тебе рассказываю. Значит, в Украине, в Украине намного больше политических свобод, чем в России. Намного больше. Но, их, конечно же, недостаточно. Еще раз повторю. В Украине много коррупции. В Украине много совковых пережитков. То есть, дикости. Да, но Украина, по крайней мере, стремится это выскочить. Вы не стремитесь. Вот в чем разница. Смотрите, подождите. Назовите один канал в Российской Федерации, ну, телевизионный, который запретили. Легко. Легко. Эхо Москвы. А, вот, ну да, 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 да. А назовите, в Украине сколько каналов? Дождь, Дождь, Медуза. Потом, сколько, сколько людей. А сколько запретили в Украине каналов? Назовите тоже. Какие каналы запретили, давай? В Украине? Ну, называйте. Вы живете в Украине? Не знаю. Я живу в Калифорнии, я не в Украине живу. А, ну, вы знаете прекрасно, сколько запретили. А партии политические запретили? Сколько? А, объясню тебе, объясню тебе. В Украине запретили несколько каналов и политическую партию, которая была, поддерживала фашистскую Россию, своей агрессией против Украины. А как ты думаешь? Свобода слова, это не анархия, это разные вещи. Господи, ну все понятно. Демократия, это не анархия. Хорошо, когда... Подожди, 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 дай я закончу. Так вот смотри, когда, когда партия какая-то поддерживает другую страну, которая фашистским образом захватывает эту страну, как можно разрешать такую партию? Ты вообще в своем уме? Ты реально называешь это свободой слова? Ладно, понятно. Это не свобода слова. Нет, вы богер, все понятно. Нет, вы богер, все понятно. Хорошо, что тебе все понятно, знаешь. Слава богу, что тебе понятно. Большинству непонятно. А ты понял, я это вижу там. Я понял, что вы делаете, что вы свое дело делаете. Ну, какое вам нужно. Нет, я не понял свой случай, с вами не соглашусь. А с чем ты конкретно не согласишься? Давай аргументируй. Нет, совсем это ни с чем. Аргументируй конкретно. Во-первых, фашистская страна, это Россия. Да, это Россия, согласен. Фашистская страна, это Россия. Это то, что я сейчас и сказал, да. Нет, это великая держава, великая страна. А в чем великость страны российской, скажи, пожалуйста. Дух ее. А в чем великость духа русского, давай, российского духа? В чем величие? В чем заключается конкретно? В чем его можно измерить? В чем? В... Добропорядочности. В сантиметрах, килограммах. В чем его измерить? В добропорядочности. В чем заключается добропорядочность российская? В чем? Да. Господи. Ой, ляха-муха. В совести людей российских, которые делают все по правилам, в отличие от... По каким правилам? По правилам совести. Где эти правила записаны? Где их можно почитать, правила совести? В голове людей советских, бывших советских людей. А, правила совести есть в голове у советских людей, да? Да, да, да. Слушай, а если правила вашей совести противоречат закону страны, как ты думаешь, что побеждает? Какого? Закона Украины, что ли? Нет, Российской Федерации. У нас все нормально в этом плане. Нет. У вас политические свободы задавлены полностью. У вас за то, что человек выходит с чистым листиком бумаги, его забирают в полицию. Это правильно или нет? Как ты думаешь? А у вас забирают сразу же... Подожди, ответь мне на мой вопрос. С белым листиком бумаги человек вышел, просто стоит молчить. Его забирают в полицию. Это правильно или нет? У нас не забирают. Тебе отключить видео, где забирают? Да ты, я тебе могу... Таких видео... Сейчас я не богер. Могу найти видео, что вот в Украине творится там... За ноги тащат на СВО там туда-сюда. У нас вот... Я тебе могу показать видео, что человек выходит с белым листиком бумаги, его за это забирают в полицию. Ты считаешь, это не является попранием свободы слова? Я считаю вообще... Знаете, что я считаю? Допустим, сейчас в данный момент, в такое сложное время, я бы сейчас ввел такое понятие, как СМЕРШ. То есть, те, кто род свой раскрывает, поганый, его нужно расстреливать на месте. Нет, в России вот эти понятия, так называемые, превалируют над законом. И я тебе сейчас привел пример. Как ты к этому относишься? Ты считаешь, что понятия должны превалировать над законом в России или нет? Я надеюсь, изменит закон маленький, чтобы ввели такую... Я понимаю, но сейчас, когда понятия превалируют над законом, это правильно или нет? Нет, неправильно. А, то есть, ты согласен с тем, что это беспредел, то, что творится сейчас у вас? У нас нету беспредела. Ну как, ну если это неправильно полиция поступает, значит, это беспредельничает, правильно? Как понять неправильно полиция поступает? Как в Украине полиция поступает? Когда она забирает за чистый листик бумаги в полицейский участок. Правильно. Несанкционированный митинг, несанкционированный, все правильно. Это не митинг, это одиночный пикет, если по букве закона. Человек стоит, молчит, один, в единственном числе, чистым листом бумаги, ничего не провозглашает. Его забирают в полицейский участок. это беспредел ментовский или нет ответь пожалуйста не беспредел а почему если в конституции у вас написано то одиночный пикет без всякого удавления без разрешения имеет право любой человек в данный момент это дискредитация СВО а где написано что выход с белым леском это дискредитация СВО где написано вы конечно классно подводите да где это написано а я тебе отвечу нигде это не написано потому что еще третий раз тебе объясняют ты закон подменяешь понятиями и не знаешь как выкрутиться из этого я тебя прижал все дни я еще раз говорю я бы этих людей расстреливал на месте прям с этим белым леском через белый лист прям в бошку прям в бошку прям в бошку да